И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming, меня зовут Александр и сегодня у нас обзор июньского обновления в топовых кораблях Modern Warships. Новых модулей в этом месяце что-то не завезли, скорее всего сказывается нагруженность разработки на будущие фичи, хотя я бы конечно уже добавил парочку русских легендарных и эпических ракет, их ой как не хватает, но в обнове есть стандартный набор кораблей и авиации. Итак, традиционная тройка для VIP-батлпасса, психоделические штурмовики F-90, вертолет Fujin с еще более необычным внешним видом и конечно же новый бомбер, можно сказать гвоздь обновления B-52H. Его эпичность просто зашкаливает, сегодня вечером их по тестю, так как на альфу я как всегда не попал и в ближайшее время выкачу подробный обзор. Далее, два корабля, бесплатный Т-3 эсминец Кайлин, из вкусного на борту три ракетных слота и три пушки, две из них залоченные, два слота ракетного шахтного ПВО, авиации точно не поздоровятся. И новый итальянец Пауло Талон де Ревелл, Т-2 фрегат, доступный за баксы, средняя прочность, высокая скорость, ракеты, два слота пушек, что уже отлично и торпеды, довольно мощно, также есть один слот ПВО залоченный, эффективность которого мы еще проверим. Подробнее мы их рассмотрим по отдельности, чтобы не было непоняток на канале, а то какой-нибудь видос на Огайо до сих пор просит сделать, а он как бы есть. Далее, естественно, добавили новую БПХу с кучей уникальной кастомизации, они стандартны, как в прошлый раз. И новая карта Каменистые Шпили Вилли, светлая, минималистичная, но с очень пересеченным ландшафтом, Каменистый канал на максималках, тут нет прострелов и вам придется биться почти что в упор в центре карты между скалами. Посмотрим, как она приживется в рандоме. Далее из нововведений в игру интегрирована платежная система Xolo, покупки можно делать напрямую через клиент игры, единственное, чтобы это работало, игру придется скачать с официального сайта, предварительно привязав игровой аккаунт к почте. Далее сносим басурманскую версию MB из Google Play и устанавливаем АПК с сайта. Все, заходим в игру либо по почте, либо по гуглу и покупаем, что нам необходимо, так что больше никаких санкций на цену Капгалери, задержек актуальных версий в сторах, на сайте все будет появляться вовремя, а в игре будет работать все как надо. Танки. Пока только в картинках, но, как говорится, красивая. Показали сразу две машинки. Гвоздика. Арта, что уже интересно. Два режим стрельбы, первый прямой наводки, как у танков. Второй режим арты. С наведением через дрон. Это именно то, о чем мы мечтали. Причем дрон будет еще и с теплоком. Уничтожение дрона превращает вас в обычный танк с прямой наводкой. Гвоздика будет оснащена тремя типами снарядов, фугасы с пробоем 300 мм и разбросом осколков по площади с пробитием до 40 мм. Кумулятивы. 680 мм пробития при попадании подойдут как раз для первого режима стрельбы. И кассетные снаряды, несущие в себе по 30 боевых частей, которые разлетаются по площади и пробивают до 85 мм брони. Просто жесть. Короче, богато, но не так богато, как следующий танк. Т-14 армата собственной персоной, готовая к бою и заряжена по максимуму. На борту комплекс активной защиты, сбивающий всякие разные прилетающие в нас какахи. Динамическая защита, которая внезапно у нас будет рабочая, а не просто болтат с текстуркой натушки. Очень этому рад. У танка будет необитаемая башня с БК. В случае детонации экипаж останется цел. Вы сможете откатиться, подчиниться и пополнить снаряды. И продолжить бой. Вооружение. Ломики с пробоем брони в 1, блин, метр. Кумули, прожигающие 800 мм брони и выводящие внутренние модули танка из строя. К туры, куда ж без них. Лазерное наведение, как на иксах. И пробой 850 мм. Также сверху на танке будет стоять пулемет, которым можно будет делать вещи, начиная с выбивания оптики, заканчивая кошмарингом летящих целей. Дронов, ракет, вертолетов и так далее. Короче, вещь не бесполезная. Вопрос только по дрону. Армата вроде комплектуется штатным дроном разведки. Если его добавят, будет круто. Броня, кстати, у танка до 1000 мм во лбу башни, а вот у оптики всего лишь пятерочка. Короче, танки пилятся полным ходом. Очень радуют, что вводятся фичи, которых не было в других подобных проектах. Дроны, необитаемые башни, может какие-нибудь вышибные панели появятся. Бонус от каруселей ведут. В общем, ждем. По ивентам и акциям пока новостей нет, но в сети уже гуляет парочка подозрительных вещей, так что поживем, увидим, как узнаем, расскажем. Есть, правда, один ивентик, который намечается у нас на канале с крутыми призами. Випка, коины, золото. Так что следите за сообществом ютуба. На выходных, может быть раньше или позже, выкачу пост с подробностями. Ну а на этом все. Обновку глянули, новости посмотрели, можно и заканчивать. Вы пишите, что думаете и не забывайте новый хэштег для участия в розыгрыше призов. Как просили, теперь он не на английском. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok